Добрый день, у микрофона Владимир Сметанин. Это историческая программа «Сделанная вятки», которая, кстати, уже в прямом эфире выходит почти три года. И если мне не изменяет память, за эти три года мы еще ни разу не упоминали о таком важном источнике исторических знаний, как археологические исследования, археологические изыскания. Но сегодня, я думаю, мы этот пробел устраним, потому что в нашей студии Андрей Крижевских, руководитель научно-производственного центра по охране объектов культурного наследия Кировской области и одно из направлений от организации как раз-таки археологические исследования территории нашего региона. Андрей, добрый день. Здравствуйте. Ну, не буду скрывать, что мы с Андреем знакомы уже почти 20 лет. Мы выпускники исторического факультета Вятского государственного гуманитарного университета. Поступали мы в Вятский государственный педагогический, да, вот заканчивали именно тот университет. Ностальгируем, вот сейчас сидим перед началом передачи. Итак, археологические исследования. Уже долгое время, Андрей, да, ты возглавляешь данное учреждение. Давай в целом пока познакомим наших слушателей с кругом полномочий, которые входят как раз-таки в твои обязанности и в обязанности центра. Ну, вообще у нашего научно-производственного центра два направления деятельности. Это археология и архитектура. То есть производство полевых археологических работ и разработка документации на памятнике архитектуры. И, соответственно, если брать нашу археологическую составляющую, проведение археологических исследований на территории Кировской области, то мы занимаемся проведением археологических разведок и раскопок различных памятников древности, которые располагаются на территории нашего региона. И если говорить в целом о том, чем чаще всего мы занимаемся, то чаще всего мы проводим археологические разведки. То есть производим поиск ранее неизвестных памятников археологии и проверяем состояние тех объектов, которые ранее были известны. Давайте вспомним, что за последние годы было сделано, какие открытия археологические были осуществлены, в чем заслуги ваши заключаются. Вообще, если брать в целом наши археологические работы, чаще всего мы проводим именно археологические разведки, так как по сути сейчас происходит этап... Что такое археологическая разведка? Будем максимально просто объяснять людям, в том числе неподготовленным, которые нас слушают. Археологическая разведка это вид археологических исследований, суть которого заключается в поиске ранее неизвестных памятников археологии и проверке состояния тех объектов, которые уже известны. То есть происходит работа на местности, идет визуальный осмотр территории, проводится закладка шурфов, по сути небольших раскопов и проверяется, есть на данной территории... Некие метки такие ставятся, да? Да, то есть небольшие шурфы закладываются, прокапывается слой до материковой породы, ну и соответственно там исследователи смотрят, есть культурно-слой и археологические предметы на данной территории или нет. Ну, кроме того, проводится поиск подъемного материала и производство зачисток. Соответственно, на основании этого мы можем уже сказать, жил ли человек ранее на данной территории, в какое время он жил, чем занимался, ну и предварительно определить культурную принадлежность и хронологическую датировку этого памятника. То есть... К какой эпохе относятся, да, собственно, найденные? Да, да, да. То есть, по сути, в настоящее время значительная часть Кировской области еще не охвачена археологическими исследованиями. Значительная в процентном отношении? Ну, если брать ту часть, которая обследована и не обследована, ну, наверное, больше половины у нас не обследована. Не обследована. Территория Кировской области. Такой безграничный еще, в общем-то, фронт работ у археологов. Ну, да, исторически сложилось, что в советское время свои кировские археологи были, но они работали, скажем так, на сравнительно небольшой территории Кировской области. Довольно большая работа была проделана сотрудниками Камско-Вятской археологической экспедиции, которую проводили из города Ижевска. Которые проводили и разведки, и раскопки. Но... Это давно было? Начиная с начала 70-х годов. То есть в советской все-таки еще и плохо. Да. И, тем не менее, несмотря на то, что большой объем работ был проделан, все-таки значительная часть области по-прежнему оставалась неизученной. Ну, и сейчас мы, по мере возможности, эти пробелы устраняем. Ну, и, как я уже сказал, происходит накопление этого материала, на основании которого уже можно делать определенные выводы. Как вы с коллегами выбираете, куда выезжать, собственно? В экспедицию, где работаете? Ну, вообще выбор места определяется несколькими факторами. В том числе это источники финансирования. То есть направление нашей деятельности, это работа по государственному заданию Министерства культуры Кировской области. И работа на хоздаговорных началах. То есть в настоящее время, если планируется хозяйственное освоение какой-то территории, то организация, которая это планирует, должна провести археологические работы до начала каких-либо земляных работ. Это во всех случаях обязательно, на всех территориях или там тоже какие-то есть свои требования? Ну, в настоящее время по закону историко-культурная экспертиза, которая и предполагает проведение археологической разведки до начала хозяйственных работ, она предполагается на всех территориях без исключения. Соответственно, это позволяет проверить, есть культурный слой на данной территории или нет, для того, чтобы он впоследствии не был разрушен в ходе этих хозяйственных работ и можно было его изучить. То есть как раз значительная часть нашей деятельности и заключается в работе по этим договорам, по проведению историко-культурной экспертизы. Я правильно понимаю, что это все можно делать только в теплое время года? Да. Имеются определенные ограничения по погоде. То есть мы работаем главным образом с началом полевого археологического сезона. Когда он начинается? С мая до октября. То есть вот сейчас, видимо, идет у вас уже активная подготовка, да? Да. Ну, из-за погоды у нас с начала сезона немножко задержалась, из-за тех снегопадов, которые были не так давно. Но чаще всего мы начинаем работать в мае и заканчиваем в октябре, ну, иногда в ноябре. Там все зависит от того, когда выпадет снег и насколько имеется возможность проводить земляные работы. Ну, из этого правила возможны исключения, но исключения, они такие, скорее, экстренного характера. Форс-мажорные какие-то, да, ситуации? Да. Теоретически, по методике, можно работать зимой, но для этого нужно поставить укрытый павильон. Обогреваемый. Да. С помощью тепловых пушек отогреть почву, чтобы была возможность каким-то образом исследовать культурный слой. Ну, соответственно, это сопряжено с большими затратами материальных ресурсов, ну, и, соответственно... А что это может быть за форс-мажор, например? Ну, например, если планируется какое-то срочное строительство, которое не может ждать до начала теплого времени года, например, нужно освоить финансирование до конца финансового года, скажем. Либо же необходимо провести какие-то экстренные работы для того, чтобы объект построить уже в течение зимнего периода. Ну, в таком случае теоретически возможны работы зимой, но мы пока зимой не работаем. То есть таких случаев еще пока не было? Ну, пока не было. То есть мы работаем классически с мая по октябрь, ну, либо по ноябрь исключительно. Ну, давай обрисуем ту географию работ, которые проводились в прошлом году, в позапрошлом году. Где вы бываете, где непосредственно изучаете культурный слой, какие объекты непосредственно перечислились? Ну, вообще мы работаем практически на всей территории Кировской области. Если взять 2017 год, мы проводили исследования на территории 10 районов Кировской области и города Кирова. То есть география очень широкая. Это и Афанасьевский район, Малмышевский, Слободской, Юрьянский район, Сунской и так далее. То есть, в принципе, география очень широкая. И здесь опять-таки определяется государственным заданием нашего НПЦ и теми договорами, которые у нас заключаются... Государственное задание, оно непосредственно от областного правительства исходит или все-таки Москва еще... Нет, у нас государственное задание определяет Министерство культуры Кировской области. То есть у нас имеется определенное бюджетное финансирование, в соответствии с которым мы проводим определенную часть археологических работ. В частности, в прошлом году мы проводили определение границ четырех памятников археологии на территории Кировской области для их более эффективной охраны. Например, что за памятники? Ну, в частности, это Чижевское городище в черте современного города Кирова. Это Пижемское городище, Советский район. Лебяжское городище, Лебяжский район. И Ижевское городище, это Пижемский район. То есть тоже география достаточно широкая. Это все ближе к рекам, да, непосредственно, да? Да. Ну, памятники археологии обычно бывают приурочены к источникам воды, обычно к рекам. Ну, и чаще всего они именно вблизи реки располагаются. Я просто знаю, например, в Лебяжье, как выглядит, да, вот этот памятник на берегу Вятки, где городище, там вот эта беседка сооружена, она очень красивая. Да, обычно городище. Именно там вы работали, да? Да. Обычно в городище открывается очень красивый вид на окружающую местность. Ну, это обусловлено... Ну, это же, как и неспроста, собственно, именно такие места выбирали. Да. Ну, кроме того, что это красиво, это обусловлено еще и необходимостью обороны для того, чтобы... Враг не мог так быстро, да, подступить, да. Подобраться. Вот. И, по большому счету, если брать наши работы с 2017 года, то у нас такие достаточно активные работы проводились на территории Слободского района. То есть мы достаточно давно работаем на территории района, и там сейчас планируется очень активная хозяйственная сведения. Ну, в 2016 году мы работали в городе Слободском по маршрутам прокладки новой теплотрассы по улицам города. В 2017 году работали по маршруту прокладки газопровода, который планирует, который должен охватить практически всю центральную часть города. Ну, это программа газификации. Да. И, соответственно, как раз в соответствии с законодательством об историко-культурной экспертизе мы проводили свои исследования. Ну, при этом результаты были по очереди достаточно интересные. То есть был обнаружен культурный слой сразу в нескольких местах города Слободского. Ну, что неудивительно... Что говорит о том, что здесь жили люди. Великой хост деятельности, да? То есть в самом городе Слободском был обнаружен культурный слой, охвачен был село Успенское, а также участок культурного слой был прослежен. И, соответственно, в этих районах запланированы на будущее более масштабные археологические работы. То есть, когда непосредственно уже заказчики будут приступать к прокладке газопровода, там планируется проведение археологических раскопок, либо археологических наблюдений. Что непосредственно удается находить во время этих работ в том же Слободском? В культурный слой к какому вообще веку относятся? Ну, вообще, если брать город Слободской, то официальная дата основания города – это 1505 год. Нам в ходе наших работ удалось проследить культурный слой до XVIII века. То есть, в принципе, материалы достаточно интересные, ну, самый распространенный находка – это фрагменты глиняной посуды, которые являются самыми массовыми, ну, и тоже несут достаточно много интересной информации. Ну, кроме того, были найдены фрагменты стеклянных сосудов, слюда, остатки слюдиных конец, которые использовались вместо стекла в жилищах. Ну, и некоторые другие бытовые предметы. Ну, например, в селе Успенском было обнаружено, кроме того, было обнаружено каменное грузило, достаточно большое, то есть свидетельство занятий рыболовством на этой территории. Как вы поняли, что это грузило? По форме, по типу, достаточно очевидно, что это грузило именно рыболовное. То есть, там имеется отверстие, и, соответственно, по аналогиям, ну, достаточно просто было установить, что этот предмет использовался именно как грузик для сетей. При этом, если мы говорим о историко-культурной экспертизе, то, скорее всего, в законодательстве в ближайшее время будут определенные изменения. Ну, в частности, в марте 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев выдвинул инициативу в том, чтобы, в принципе, вообще отказаться от историко-культурной экспертизы земельного участка, так как это якобы накладывает дополнительные обязательства на строителей. Дополнительные финансовые затраты, в том числе. Да, да, и затягивает сроки производства, собственно, строительных работ. Ну, как раз после этого началось обсуждение этой инициативы в Министерстве культуры, в Российской Федерации, в Государственном Думе, да. Плюс подключилось археологическое сообщество, так как, по сути, сейчас большую часть информации, которую мы получаем в прошлом и нашего региона, и, в принципе, всей России, она добывается именно в ходе вот этих охранных археологических работ, в соответствии с законодательством об историко-культурной экспертизе. То есть этого достаточно, да, на взгляд профессионального археологического сообщества? Да, то есть, ну, по сути, насколько я знаю, сейчас вопрос об отмене историко-культурной экспертизы не стоит. То есть, все-таки, эти вмешательства археологических организаций, археологического сообщества, дал определенный эффект. Ну, скорее всего, закон будет определенным образом пересмотрен. Ну, что в конечном итоге из этого всего получится? покажет время, но скорее всего, все-таки какие-то изменения я надеюсь, что незначительные, которые не затронут сохранность нашего культурного наследия, в этом все-таки произойдут но на ваш искалительный взгляд, это в общем-то разумный поступок изменить законодательство? современное законодательство оно предусматривает все необходимые процедуры для того, чтобы обеспечить сохранность нашего археологического наследия, для того, чтобы в ходе строительных работ не была разрушена информация о нашем прошлом поэтому, на мой взгляд, те нормы которые существовали, можно было бы оставить и в неизменном виде то есть пока, на ваш взгляд, этого достаточно в настоящее время о ценных находках хочется, конечно, спросить в ходе археологических экспедиций что удается, что удавалось необычного добыта чаще всего такие интересные археологические находки мы получаем в ходе работ на территории города Киров так как, ну, все вполне объяснимо наиболее активное строительство у нас чаще всего идет в городе Кирове ну, кроме того, мы именно археологические раскопки обычно проводим также на территории города Кирова здесь можно вспомнить наши археологические работы в Кремлевской части города Кирова нам удалось проводить исследования в 2013 и в 2015 годах и результат достаточно интересный то есть была прослежена целая древняя улица города с мостовыми, с хозяйственными постройками, которые примыкали к этой деревянной мостовой которая вот там сейчас под землей да, которая была законсервирована законсервирована? да, то есть, ну, когда мы обнаружили эту деревянную мостовую возникла... а где можно поточнее, в современной географии Кировской? в районе перекрестка Диналовского проезда и улицы Московской то есть недалеко от бывшего археологического дома несколько западнее археологического дома то есть там как раз вот эта деревянная мостовая была обнаружена и было принято решение, что здесь можно создать объект музейного показа тем более, что близится юбилей нашего города в 2024 году в 2021 году да, и, соответственно, может быть, из этой мостовой можно было бы сделать своеобразный археологический музей и посмотреть вот эти вот сооружения, которые там были обнаружены непосредственно туристам, гостям города это Ваша инициатива? Центр на вашем производственном величине? ну, вообще, это была инициатива нашего МПЦ которая была поддержана Министерством культуры Кировской области ну, и правительством Буков-области ну, к сожалению, пока дело не дошло до реализации в плане финансового то есть пока этот объект ждет своего участия возможно, в будущем... а что же с ним сейчас? законсервировано? он был законсервирован то есть... каким образом? закрыт чем-то? да, то есть он был закрыт специальным... настилом каким-то? баннером ну, учитывая то, что культурный свой там влажный то есть после того, как он был закрыт баннерами этот раскоп заполнился водой соответственно, вода в этом раскопе она служит своим разным консерваторам которые сохраняют те объекты, которые находятся в этом раскопе ну, соответственно, в будущем можно будет либо продолжить эти работы и уже вскрыть полностью все сооружения, которые в этом раскопе находятся до материка ну, либо же попробовать сделать все-таки определенный объект музейного показа то есть законсервировать его и показывать гостям нашего города а что там за объекты еще по вашему предположению, кроме... кроме, собственно, мостовой вот этой? ну, собственно, мостовая... это, по сути, улица то есть дорога, к которой примыкали жилые и хозяйственные... деревянная мостовая? да, деревянная мостовая, вдоль мостовой шли... шел забор в виде частопола и уже за забором находились... постройки да, то есть деревянные избы, хозяйственные постройки, где, собственно, и жили люди ну и, соответственно, по этим данным можно получить представление о том, как люди жили, чем занимались, в каких условиях они проживали ну и, в принципе, представить их всю материальную и духовную культуру то есть, соответственно, там информация была получена тоже достаточно интересно именно в плане бытового, бытового проживания людей того времени а датировали все эти вещи вы примерно каким? ну вот эта мостовая, по нашим данным, мы дошли до XVI века ух ты! ну, то есть XVI, XVII века тысячу, пятьсот и так далее, да? да, ну, как тоже говорили журналисты еще в то время то есть, возможно, по этой мостовой ходил сам Трифон Вятский в то время и его современники ну, кроме того, в ходе археологических работ на территории Кремля по Новой Вятке были прослежены оборонительные сооружения это были уже работы 2015 года причем работы проводились по финансированию Министерства культуры Российской Федерации по гранту и, соответственно, там тоже информация была получена очень интересная то есть, мы знали по письменным источникам что в XVII веке были обновлены укрепления Кремля но в остатской части, ну, вот в Роскопе нам удалось проследить, собственно, те укрепления о которых мы знали по письменным источникам то есть, были прослежены остатки вала внутривальной деревянной конструкции и, соответственно, удалось получить достаточно важную информацию именно об уровне развития фортификации того времени о том, что, собственно, представляли из себя укрепления того времени но можно поподробнее, у нас время-то и есть а что они представлены? то есть, по сути, наши работы проходили по краю Кремля где, собственно, и были укрепления и они представляли из себя деревянные конструкции срубного типа, на которые была насыпана земля и вот эти деревянные конструкции, они предотвращали осыпание склона и, собственно, основным элементом укрепления был как раз вот этот вал в линию которого были встроены деревянные башни ну, замена прежних деревянных стен именно на земляные валы была обусловлена развитием огнестрельного вооружения так как с помощью пушек деревянные стены было достаточно просто разрушить ну, а земляные валы... пушки ядерные... да, 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 да то есть земляной вал разрушить не так просто с помощью пушек, так как ядра взрываются в землю ну и свою пробивную силу теряют и поэтому как раз эти дворы были сооружены как основной элемент укрепления для Кремля и для посадской части ну, как раз часть вот этого земляного вала нам удалось вскрыть и те конструкции, которые находились внутри удалось проследить параметры, размеры этих оборонительных укреплений ну и, собственно, получить дополнительную информацию о жизни населения именно в данной части, Кремлевской части а куда эта информация, кстати, потом уходит? вот вы работаете, полевой сезон и заканчиваются, в изыскание все равно как-то фиксируете, что вы нашли да, то есть, в ходе полевых археологических работ происходит тщательная фиксация всего, что было обнаружено делают чертежи, зарисовки, фиксироваться вся информация, все находки, которые были сделаны после завершения, собственно, полевых археологических работ наступает этап коммеральных работ то есть идёт обработка той информации, которая была получена в ходе наших работ. То есть всё-таки наша основная цель — это не поиск каких-то ценных находок, ценных предметов. Наша основная цель — это получение информации. Извлечение информации из этого вида исторических источников происходит большей частью в ходе камеральных работ. То есть обрабатываются чертежи, идёт атрибуция, консервация находок, к каждой находке присваивается свой индивидуальный номер, составляется опись, По итогам работы составляется научный отчет, в котором отражаются все научные результаты исследований, которые были сделаны в ходе этих исследований, и потом этот отчет направляется в Институт археологии Академии наук на хранение, для того, чтобы он в дальнейшем был доступен другим исследователям, которые захотят обратиться к той теме, которой были посвящены нашей археологической работе. Ну и, собственно, после составления научного отчета, та информация, которая была получена в ходе работы, она также отражается в публикациях, то есть в статьях, возможно, в справочниках, в монографиях, которые издаются, ну и, собственно, которые позволяют уже более широкой аудитории узнать о результатах наших исследований. Ну и, кроме того, наш МПЦ каждый год предпринимает своеобразный отчет о проделанной работе, то есть о том, что именно было сделано в ходе полевого сезона, то есть мы рассказываем, собственно, о результатах наших деятельностей в области археологии. То есть это в виде сборника выходит? Нет, ну, это происходит в виде своеобразной презентации. То есть обычно мы собираемся в библиотеке имени Герцена и представляем общественности результаты в виде презентации, в виде докладов, рассказов, ну, а, собственно, сами публикации, они планируются в различных научных сборниках, ну, либо же в монографиях, которые издаются по итогам наших работ. А насколько результаты вашей работы археологической сейчас активно или неактивно используются учеными, которые берут это в работу, защищаются и так далее? Насколько это актуально для наших ученых, для представителей других регионов? Ну, вообще мы очень активно контактируем с археологами соседних регионов и результаты наших работ ими также активно используются для проведения собственных изысканий. Потому что археологическое сообщество, оно не варится в своем соку, оно очень активно обменивается информацией для того, чтобы более полно представить специфику своего региона, ну, и, собственно, общие процессы, которые характерны для него и для всей территории, скажем, России. Ну, вот, в частности, не так давно я вернулся из конференции в республике Татарстан в городе Булгар, который был посвящен одной из категорий керамической посуды, которую обнаруживают в ходе археологических исследований, ну, так называемая саввиноидная посуда. Какая? Саввиноидная. Это для чего? То есть, посуда, которая была... Или из чего? То есть, это керамическая посуда, которая была изготовлена представителем местных финно-угольских народностей, но по принципам и по технологии русской посуды. Саввиноидная. Да, славянская. То есть, как раз, в ходе вот этого обмена мнениями, знакомства с предметами, которые были получены в соседних регионах, как раз была выработана определенная точка зрения на то, откуда же именно она появляется, каковы причины, ну, и как интерпретировать вот эту посуду. То есть, там были представители многих регионов нашего Урала-Поужья, то есть, это республика Марио, Чувашия, Самарская область, Москва, Нижний Новгород. То есть, как раз, вот такие формы, такой обмен мнениями, он как раз наиболее эффективен для получения какого-то общего результата, то есть, для выработки какого-то общего подхода к обработке той или иной категории находок. Здесь лишний раз я убедился в том, что, казалось бы, обычные невзрачные черепки, фрагменты глиняной посуды, несут в себе очень ценную информацию о жизни людей прошлого. И поэтому, в принципе, результаты наших исследований там также были встречены достаточно хорошо, то есть... Ну, выработали какой-то единый подход. Да, то есть, единый подход выработали, ну, естественно, что выработали и то, куда нужно двигаться дальше в плане изучения таких археологических материалов. Куда нужно двигаться? То есть, нужно больше копать... Больше копать, больше изучать, бережнее. И использовать, естественно, научные методы обработки. В частности, мы также свои предметы отдали на дополнительные анализы с помощью, естественно, научных методов для того, чтобы посмотреть, какие примеси использовались, какова была технология, ну, и, собственно, изучить все этапы технологического производства. Так как сейчас наиболее актуальная тема – это междисциплинарное исследование, привлечение данных... На грани, да? Да, привлечение данных естественных, но не только истории, не только археологии, для того, чтобы получить уже более полную информацию. Археологические исследования на территории нашего региона – именно такая тема. Сегодня программа сделана в Вятке. Андрей Крижевских, руководитель научно-производственного центра по охране объектов культурного наследия Кировской области. У нас подошло время небольшой рекламы, мы скоро вернемся. Продолжаем нашу беседу. Андрей Крижевских, руководитель научно-производственного центра по охране объектов культурного наследия Кировской области. Давайте в романтику археологии окунемся все-таки. Я думаю, что многим интересно послушать, а в чем, конечно, заключается конкретно работа археолога. Вот определена точка, вот определена местность, куда вы должны поехать, с чего все начинается. Вот вы приехали, разбили лагерь, да? Так это обычно случается. И что дальше? Ну, после того, как уже место определено, этому предшествует большой этап подготовительных работ. Изучение письменных источников, изучение местности, и уже когда непосредственно начинаются сами археологические исследования, в первую очередь... Письменные источники, кстати, это что? То есть, все виды письменных источников. То есть, это архивные данные, различные пеписцовые книги, переписные, клировые ведомости, данные различных переписей населения. То есть, все то, что содержит информацию о жителях той или иной территории, которую планируется изучать. Где это все хранится? Ну, частично это опубликовано, частично хранится в наших архивах. В архивах нужно есть, и вообще, да. Ну, и, соответственно, все это как раз и изучается перед тем, как непосредственно приступить к работе на местности. Сами археологические работы, если мы говорим о археологических раскопках непосредственно, они проводятся в следующем образе. То есть, на определенной территории разбивается раскоп, в частности, разбивается определенная координатная сетка, которая состоит из отдельных квадратов, которые необходимы для фиксации находок и тех сооружений, которые будут обнаружены во время, собственно, этих археологических... Копаем не абы как, не где кто захотел, а по определенной схеме все, чтобы не разрушить. Имеется специальная методика, в соответствии с которым проводятся археологические работы и копается не просто яма, а вскрытие культурного слоя происходит по горизонтам. Горизонты обычно составляют либо 20 сантиметров, либо 10 сантиметров. Если мы говорим о памятнике Томиного века, то вскрытие идет буквально по сантиметрам для того, чтобы не пропустить ни одной находки, ни одной конструкции, которые могут быть очень тонкими, очень небольшими, и их бывает иногда достаточно сложно заметить. А бывают случаи, когда археолог сомневается, собственно, что же он вскрыл-то, думал, раньше ничего подобного не видел, или земля как-то это консервирует все одинаковое с этим еще? Безусловно, в ходе археологических исследований происходит и определенный научный поиск. То есть археолог не всегда знает, что именно он найдет на той или иной территории, и интерпретация того, что обнаружено, это как раз одна из составляющих профессий археолога. То есть иногда бывает, что не совсем понятно, что именно обнаружено, это может касаться и самих предметов, и тех конструкций, которые содержатся в археологическом раскопе. Но впоследствии, в ходе продолжения полевых археологических работ, в ходе обработки данных, уже появляется новая информация, которая позволяет уже более точно интерпретировать то, что же именно было обнаружено. И здесь очень большое значение имеет собственный опыт исследователя, аналогия, которую можно привлечь из работ других исследователей. Ну и, собственно, очень часто также большое значение имеет сам здравый смысл человека для того, чтобы определить, что же именно он обнаружил. Так как в настоящее время очень часто в средствах массовой информации, в печатных изданиях появляются различные сенсационные публикации о том, что историки что-то скрывают, что на самом деле все было не так, что они обнаружили истину в последней инстанции, и на самом деле нужно смотреть на прошлое именно так, как хочет тот или иной человек. То есть, естественно, что серьезные исследователи в таком пути не идут, то есть они привлекают все имеющиеся данные, всю имеющуюся информацию для того, чтобы интерпретировать те находки, которые они обнаружили, уже максимально научно, и используя все эти наработки, которые были сделаны до него. Ну и, естественно, что археологи не стараются что-то замолчать, от чего-то отказаться, то есть суть научного поиска как раз и состоит в поиске чего-то нового. того, что мы раньше не знали. То есть никакие справки о неразглашении археологии не подписывают? Да, да, да. Все должно быть известно? Да, конечно. То есть деятельность археологов достаточно прозрачная, мы ничего не скрываем, и все результаты, которые получены, мы публикуем, представляем на суд общественности, поэтому, в принципе, я считаю, что никаких оснований для каких-то сенсационных разоблачений, поиска рептилоидов или кого-то еще, в археологических раскопках, я думаю, что есть никаких оснований нет. В ходе работы вот этой полевой приходится сталкиваться с недобросовестными гражданами, хулиганами, я не знаю, палеонтологи, да, в Котельниче регулярно жалуются на том, что там, где они начинают свою работу, приходят компании, разрушают это все. Есть такое тоже явление в вашей работе? Ну, иногда такое случается. И вообще, как охраняются вот эти места археологических исследований? Ну, вообще, одна из наиболее таких глобальных проблем археологических памятников, сохранности археологических памятников, это так называемые черные археологии. Они есть у нас? Да, конечно. На территории Кировского гостя. Они ищут что? Они ищут, ну, в первую очередь, старинные монеты, изделия из металла, то есть все то, что можно продать. И, по сути, они представляют очень большую угрозу для сохранности культурного слоя. Для науки в целом. Да, так как они нацелены, в первую очередь, на получение выгоды. При этом, в ходе этих своих поисков, они разрушают культурный свой памятник археологии, причем как известных, так и неизвестных. И зачастую, когда археолог приходит на место того или иного памятника, информация, которую он получит, будет уже искаженной и неполной. Так как, ну, сейчас в археологической науке даже появился такой термин, как безметаллические селища. То есть селища, неукрепленное поселение людей прошлого, на которых практически отсутствует изделия из металла, которые были полностью изъяты вот этими черными кабателями. И поэтому, естественно, что с этим явлением необходимо бороться. Ну, в меру сил мы пытаемся это сделать, но чаще всего... А каким образом? Ну, мы регулярно выезжаем с сотрудниками правоохранительных. А приходилось лицом к лицу сталкиваться с такими товарищами? Да, такое бывало тоже. Я так понимаю, они с металлоискателями, да? Да. Исследуют это, да? То есть они ведут поиски с помощью металлоискателя, ну, и изымают из земли различные металлические предметы. Ну, мы проводим регулярные рейды с представителями правоохранительных органов, но здесь существует такая сложность, что трудно предугадать, где именно эти люди будут в тот или иной момент. Потому что территория области большая, и предвидеть, куда именно они направятся в тот или иной момент, очень сложно. Мы пытаемся объезжать в те районы, где... Где предположительно, больше всего вероятность, да, где они будут? Есть концентрация археологических памятников, где чаще всего видели этих черных копателей, но, к сожалению, задержать достаточно сложно. А ответственность-то за это есть? Да. За нарушение, да, вот это? Ответственность предполагается и кодексом об административных правонарушениях, и уголовным кодексом, ну, в зависимости от масштаба тяжести деяния. Ну, вот, в принципе, нам удавалось задержать одного из таких копателей, ну, по решению мирового суда, там, к сожалению, длительное время оформлялись документы, и в итоге, хотя мировой суд вынес постановление, что он виновен, то есть совершил противоправное деяние, но по истечению срока давности никакого санкций не наступило. Потому что там срок давности достаточно небольшой. Полгода? Ну, там, по-моему, два месяца. А, два месяца, по административному правонарушению, да. Насколько распространено это явление все-таки? Или это все-таки единичные случаи какие-то? Ну, есть, даже у нас в области специальные формы таких черных копателей. В принципе, это явление, не сказать, что очень массовое, но определенная категория людей, которые регулярно выезжают на эти поиски, у нас также существует. Присутствует, да. Да, и как раз такие люди, они свои действия и ведут. Ну, сейчас чаще всего они выезжают в какие-то труднодоступные места, учитывая то, что в последнее время ответственность была ужесточена за эти деяния, ну, и, соответственно, там поймать их еще сложнее. Андрей, три минуты остается, да, все-таки хочется поговорить о планах, но кое-что я уже услышал, да, то есть будет продолжена работа, которая была еще начата и продолжена в прошлом и в позапрошлом годах. Когда полевой сезон начинается, когда в полях? Ну, я думаю, что после 9 мая мы уже начнем свои исследования на территории Кировской области. Пока у нас планируется... Куда юно? У нас планируется пока археологические разведки, в частности, ну, первоначально у нас работает недалеко от города Кирова, планируется. Ну, у нас пока в планах исследования на территории Оречевского, Куменского, есть некоторые районы подальше, Малмышский, Пятско-Полянский район. Ну, и я думаю, что эти исследования тоже принесут достаточно интересные данные. Кроме того, мы все-таки планируем в этом году провести исследования и на территории города Кирова. То есть хотим провести именно научные работы в исторической части города Кирова. Может быть, не очень большие по площади, но... А где именно? Там же? Место пока определяется. Я думаю, это либо территория Кировской части, либо прилегающая территория, то есть наиболее старая часть города, где наибольшая вероятность получить интересные данные о прошлом нашего мира. Для любителей археологии вот таких находок Вы открыты, я имею в виду научно-производственный центр. Можно ли прийти, не знаю, на экскурсию, знакомиться? Ну, вообще, мы наши находки регулярно сделаем в Кировический музей, то есть большая часть наших находок хранится там. Михаил Сергеевич Судовиков, руководитель. Да, часть находок, которые находятся в стадии обработки, хранится в нашем научно-производственном центре до их передачи в музей. И поэтому, в принципе, наш МПЦ для интересующихся прошлым нашего региона открыт. То есть не так давно мы показывали наши находки школьникам одной из школ города Ново-Вятска. Сюжет выходил по телевидению? Да, был сюжет. Поэтому, в принципе, мы активно работаем с подрастающим поколением, привлекаем студентов, частично школьников к нашим работам. Поэтому я думаю, что те, кто интересуется, они смогут на нас выйти и познакомиться с результатами нашей работы. Ну, в целом, молодое поколение интересуется этими вещами? Ну, в целом, да. И студенты, школьники тоже, ну, можно сказать, что на все... Студенты-историки? Да, студенты-историки. Им-то, собственно, положено... То есть везде, где мы работаем, люди подходят, интересуются. Ну, и по большому счету, результаты наших работ мы выкладываем на нашем сайте. То есть для интересующихся можно познакомиться с результатами наших работ и в сети интернет. Чувствую, там многие слушатели мне подсказывают, на что же ты не спросишь про клады на территории Кировской области, про те же самые драгоценные монеты. Удавалось что-нибудь находиться из-за годы ценного? Ну, мы находили отдельные монеты. Ну, ценного я имею в виду в современном понимании, да? За что можно выручить деньги, да? Что касается ценного, то есть мы находили отдельные монеты различных веков, то есть были монеты Ивана Грозного, более позднего периода. Но сам смысл нашей работы не в поиске чего-то ценного с материальной точки зрения, а именно в поиске информации. Поэтому, в принципе, находки бывают разные. Одни обладают большей материальной ценностью, другие меньшей, но все они несут информацию о нашем прошлом. Ну, и, соответственно, в этом плане историческая ценность их достаточно велика. Ну что, спасибо, успешной работы. Я думаю, что по итогам сезона приглашу, да, подвести итоги этой деятельности Андрей Крыжевских, руководитель научно-производственного центра по охране объектов культурного наследия нашего региона. Спасибо. Спасибо. Успехов. Спасибо.